Ну, состояние улучшалось с каждым днем. Сегодня уже видно, что и свежесть появилась, потому что после окончания сезона мы дали три полных дня дни отдыха, чтобы они и дома побыли, чуть-чуть дух перевели. С 30-го мы начали подготовку. Ну, естественно, каждый был в своем состоянии, не самом оптимальном. Но эти дни нам помогли привести команду в другое состояние. Это показывает и объективные показатели, ну, естественно, и субъективные. Поэтому думаем, что эта работа прошла не зря. Что касается состояния здоровья футболистов, ну, понятно, после сезона бывают у кого-то маленькие болячки, но это рабочий процесс. Единственное, конечно, нас расстроило травм магазинского, который вчера был уже в Германии, в Мюнхене. Я с ним общался по видеоконференции. У него сегодня с утра должна была быть операция. Сейчас информация будет, как она прошла. И думаю, что несколько месяцев мы его потеряли. Вот это, конечно, расстраивает. А все остальное готовимся. Ну, и завтра будет игра, где надо выполнять те задания, которые перед нами стоят. Спасибо. Есть вопрос? Здравствуйте. Николай Александрович, это задание столице СССР. Вопрос с столице Саламовичем. Как поле образовывается? Ну, этот вопрос, наверное, к игроку, который мне это постоять. Я на любом поле могу красиво постоять, от меня ничего не убудет. Вот на этот вопрос, наверное, Артем, и лучше ответить. Не более в прошлом состоянии, здравствуйте. Но надеюсь, что еще день игры уходят, потому что я не знаю, что она насековала. Но в целом очень красиво, естественно, хорошее поле. Так что мы удовольны. Здравствуйте. Еще один вопрос. Обратите, Грузилев. В завтрашнем матче я дам большая возможность для вас, по поводу, есть бомбардных плечев в конституции России. Как вы считаете, способны ли обогнать роману подлечения в общем списке, в котором 20 минут, а еще у нас 16? Я не знаю, боя ли карта, а это конечно. Наверное, способны, но цели-то бы нет. То есть, прежде всего, командные действия нам нужно убеждать. У нас, как сказано, в основном, еще есть свои цели и задачи, мы должны их выполнить. Если каждый будет хотеть забить, там, сан-марины, да, или кто-то, нужно выполнять все действия, эти функции, каждому свои. Только это будет результат, иначе будет подарок в полном поле. Я думаю, что целый дед у меня какой-то, в общем, сан-марины, надо забить. Получится, конечно же, я буду рад, но ваше чудесное будущее, и думаю, что все будут посадки, к этому видеть. Вопрос. Ну, мы по-другому подходим к любой игре, потому что, ну, заранее ничего невозможно сказать. Если я вам сейчас буду говорить, что сам Марина – это один из топ-сборных, наверное, вы будете думать по-своему, да. Ну, мы знаем, с кем мы играем, как мы играем, и любую игру надо правильно играть. Играть хорошо – это одно, но у нас есть слово «правильно играть», потому что команда должна правильно играть, и отсюда будет результат. Какой он будет, покажет только матч. Естественно, и с Чертанова мы ходили максимально забить, и завтра будет та игра, где есть возможность, и с Казахстаном мы выходили забивать. Поэтому завтра будет такая же игра, чтобы ее выиграть, надо забивать мячи. Вот и все. И спасибо, что подсказали про какую-то статистику, чтобы я правильно оценивал своего футболиста. Если он будет неправильно действовать и будет думать о себе, ну, значит, мы будем предпринимать мир. Владимир Кириллов и газета здесь на «Б» по социальному тюбе. Хотел бы узнать Ваши впечатления о городе Саранске? Мы тут не так часто забывали, но пока позитивно, хорошо встретили, очень красиво, делило по-доброму. Нам все нравится, мы рады приехать. Я понимаю, что, наверное, для Саранск и для многих жителей это очень такой праздник, и мы хотим на празднике принять участие. Стараемся порадовать продельщиков в России стране и в Саранске, потому что, ну, кстати, у нас тепло, и это, значит, это очень приятно. Приезжать и видеть, что люди заинтересованы в сборной России, поэтому мы к этому стремимся, чтобы нас любили, уважали и ценили. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? У нас регламент, он не меняется, 20 футболистов, игроков и 3 вратаря, 23, но мы оцениваем состояние конкретное. Первый матч и второй матч, как бы мы берем в расчет, поэтому будут те игроки, которые, во-первых, готовы, чисто физически, но, естественно, по каким-то технико-тактическим характеристикам подходят нам и к завтрашней игре, и проецировать, естественно, на Кипр. У нас это часто бывало, в 2-3 игрока всегда не попадало, это нормальный рабочий процесс, который любой футболист понимает, приезжая в сборную, что надо проявлять свои лучшие качества. Михаил Ильичев, я на вопросах к Тему, в финале чемпионов на поле выдержанного болельщика, как вы отреагируете, если такая же акция произойдет в матче Сан-Мария? Позитивно, пусть его является. Делали, говорится, хорейский, кому кто-то нравится, кому кто-то нет. Я слышал, что, по-моему, у нее упали ружьи, по-моему, да? В главное, чтобы не начались какие-то действия, что попытаться жить на ружьи. А так и всё позитивно. Мне не сложно взносить. Этот запек, главный ребят, который победил. но девушек артему доверять еще вопрос спортивного характера но у нас нет ни основных игроков не вратарей у нас есть стартовый состав который завтра выйдет на вот эту игру и будет выполнять те задачи которые перед ними будут стоять ночью сегодня был президентом предметы россии проект вы какие-то свои пожелания высказывали но может быть всякое но мы уже в этом кстати зенит спартак играл перед бельгийцами причем на два дня раньше поэтому для нас это уже такой рабочий момент мы уже адаптировались к этому и с одной стороны это хорошо потому что перед важной игрой естественно до этого будет у них такого же уровня игра и определенная адаптация происходит так мы не можем перед играми сборной календарь менять то есть то есть мы в этом не участвуем не хотим потому что лига занимается тем когда у нас какие-то возможности пожелания бывают тогда мы высказываем особенно перед большими турнирами если есть возможность найти наши пожелания удовлетворять в этом плане нас или хорошее отношение и еще раз повторяю если это не мешает делу нам идут навстречу и еще один плюс есть они могут маскиры ну значит 1 1 лишнего перелета не будет если бы играли в зените все бы летели в москву а так они после игры будут у меня на базе лишние пару часов или пообщаться одно удовольствие не еще раз повторяю мы готовимся к конкретной игре и никаких вот таких настроений у нас нет потому что чтобы играть сборные надо заслужить даже секунду играть в сборную еще коллеги вопрос автор ютюбе завтра саранский обещает достаточно жалкую погоду и собственно такая же погода практически будет потом и в нижнем области как действовать такой погоде ну все равно нормально мы привыкли к этому и чем-то мировому было очень жарко так что и в нижнем новой доме вообще по-моему 20-40 если не ошибаюсь потому что я думаю будет очень хорошая погода да и все что поэтому для нас проблемы будут у нас еще повторюсь действительно у нас и открощенная емко 2020 мы хотим попасть туда поэтому у меня какие-то там погода или еще кто-то там закрепляет нас и стены пойдем к ней вот и так Артем, сегодня перед началом тренировки вы сфотографировались со своим конкретом, но как-то безусловно было, вам не понравилось? мне не понравилось, мне понравилось, что меня попросили, чтобы были сфотографироваться с ним поэтому у меня это немножко приятно, а так это нормально вот, спасибо, приятно и можете удивить ну, назвать одного или двух игроков Санмари вот, по-моему мы еще Санмарины не выбирали, тут все мы будем выбирать поэтому сегодня, я не знаю, вечером Санмарина полностью весь состав два заключительных вопроса, если они у вас есть готовы ну, они играли две разные, на выезде они играли в пять а дома играли в четыре, поэтому мы проверили и ту модель, и ту соперника сегодня, кстати, это мы проверяли поэтому мы не знаем, что будет мы понимаем, как против той или другой системы играть еще раз повторяю, нам надо отталкиваться от себя, играть правильный футбол потому что футбол это командный вид спорта, и надо друг друга понимать и мы вот этим занимались все это время и реальные подвижки за то время, что мы сейчас на сборе у нас были это радует спасибо Заключительно еще один Вопрос с Даниславом Саламовичем в радарской позиции Можете ли рассказать, собственно, о том, кибра, который будет на председании в РАДЕКС БРАСИИ и будет ли он основной в радаре на оставшемся в МАЩАГО? Ну, все вы узнаете завтра мы не хотим загадывать и забегать вперед просто сезон определенный уже подходит к концу определенные, особенно что касается вратарской линии мы для себя сделали определенные мнения а со следующего сезона опять может все поменяться потому что, ну, сезон на сезон не приходится и мы не хотим здесь определенной болтанки, я бы так сказал поэтому эти две игры будут так а все остальное посмотрим так вот 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 все вот вот